Мы возвращаемся в Южную Корею на чемпионат мира под Хэквондо 2017 года. В городе Муджу остается посмотреть два финала и чемпионат официально будет закрыт. Финал у женщин в этой весовой категории до 62 килограммов ознаменовался выходом в финал Рут Гагби, представительцей Код Дивуара. Спортсменки с таким интересным взглядом над Хэквондо, она все время выходит в такой рэперской кепке с дредами такими на голове. Интересная прическа, все это прячется под шлем и не будет видно позже. Но в момент представления Рут Гагби это такой элемент дизайна, мы можем это все увидеть. Вот так вот выходит ее соперница Зинарин Ализадех, человек, который весовой категории до 57 килограммов, в свою очередь взял бронзу на прошлой Олимпиаде. Сборная Рана, сборная Код Дивуара, они, конечно же, в женском Тхэквондо серьезного результата добились на Олимпиаде в 2016 году. А сейчас очное соперничество в рамках финала уже Мундиаля. Спустя год здесь советница Код Дивуара победила Кореянку 5-0 в полуфинале, но там была травма у Кореянки, помните, она не смогла продолжить борьбу. А Татьяна Кузьмина, россиянка, проиграла в полуфинале в борьбе, в бескомпромиссной борьбе с будущей финалистки из Ирана. Причем вела в счете 1 балл за счет последних движений результативных в 15 секунд того полуфинала. Девушка из Ирана вырвала победу, что называется, у Татьяны Кузьминой, нашей представительницы Воронежа. Но мы увидим на пьедестале почета, на торжественной церемонии награждения сегодня Татьяну, которая получит историческую для Воронежа и для себя бронзовую награду. Еще раз очень сильно всей души поздравляю Татьяну Кузьмину и ее тренера Романа Ходина и всю нашу сборную с медалью в той весовой категории, в которой у нас было не так много шансов, исходя из класса и мощи соперницы, заявившихся на чемпионат мира. И все же всех своих оппоненток, кроме представительства Ирана, который сейчас в красном протекторе, Кузьмина сегодня победила, проиграв один бой. Это великолепный результат. Что касается финала, то в этом финале специалисты, думаю, отдают предпочтение спортсменке из Африки. У нее и опыта побольше, и в этом сезоне она выиграла Кубок Президента ВТФ в зоне Африка. Она национальный чемпионат, если я не ошибаюсь, выиграла уже четвертый раз подряд. Вот такая мощная атлетичная спортсменка Рут Багби. И ее соперница, соперница к Багби из Ирана, пока звезд с неба сыскавшая, не снявшая на чемпионатах мира, но на этапах серии Гран-при все время стабильно выступающие, попадающие в первую десятку. Смотрим здесь, система видеоповтора вновь работает, что она хочет нам подсказать, какой протест был у сборной Ирана. Вышла за пределы корта иранская девушка, здесь прогнозируемое штрафное очко. При счете 2-2 смотрится видеоповтор. Какая тишина в зале, публика тоже замолчала по двум причинам. Если бы сейчас корейская девушка была бы в финале, то даже вот это вот решение, означающее нет, что апелляция отклонена, воспринималось совершенно бы иначе. Как бы то ни было, Ализадех Зинири проигрывает 2-3 своей соперницей и остается без возможности видеоповтора на оставшуюся часть боя. А этот бой весь впереди, потому что только первая минута первого раунда завершается. Завершается первая минута первого раунда, завершается весь чемпионат и для нас на десерт испытания предстоит попереживать за Антона Каткова. Ведь самый последний финал всего чемпионата мира, это финал у мужчин до 80 килограммов, в котором Миладу Харчигани, очень сильному представителю Азербайджана, будет противостоять, с ним будет бороться за золото. Это наш человек Антон Катков. Это совсем скоро, никуда не переключайтесь. Еще один шанс у сборной России встать на верхнюю ступеньку пьедестала почета и еще один шанс услышать национальный гимн Российской Федерации, что было во второй день соревнований усилиями Хромцова. Еще один видеоповтор. Понятно, что теперь апеллировать может только Иран, только, прошу прощения, под Девуар. Иран уже шанса лишился, поэтому в кармане, в руке пока что синяя карточка. Интересно, куда она отправится в карман или обратно будет возвращена тренеру Рут Гагби. Не знаю, все, по крайней мере, спорные решения, которые были на этом чемпионате, процентов 90 из них, подтверждали верность принятых решений электронной системы. И вот впервые, пожалуй, за сегодняшний день точно был прав тренер, ему карточка возвращается. Апелляция удалена, сенсорная система датчиков электронных сработала в данном случае не точно. И Гагби начисляет еще один балл, так что ее преимущество выросло до 4-2. Больше вам скажу, уже 6-2. И вот только сейчас Ализадех проснулась, разозлилась, пошла тоже вперед 5-6. Стало тут же, как быстро все развивается, да? Два очка дали Гагби. И плюс еще одно западение иранской девушки. 9-5 за считанные секунды у нас счет вдвое вырос. И сейчас по-прежнему преимущество большое по счету на стороне африканской спортсменки. Она работает из правой стойки против спортсменки из правой. И это в очередной раз вам объясняю сложнее для того, кто левша. В данном случае это девушка Ализадех ее зовут. Отсюда не знает, как подстроиться под правоубьющую Рут Гагби, представитель Сейрана. Ну, что я ей посоветую уже. Упорство и труд все перетрут, но времени не так много. Два раунда всего осталось. А счет 12-5. Мы видим сейчас, точнее слышим, как сборная Ирана болельщиков поддерживает Ализадех. Она бесспорно их поддержку в трибун слышит, даже в шлеме, но ничего поделать не может. Да, здесь прошлась так и по спине, и по корпусу хлесткими ударами африканская спортсменка. Здесь очень не позавидуешь Ализадех Азенурин. Досталось ей, но главное, что эти атаки не принесли увеличение счета в пользу соперницы Ализадех. Болезненно-то болезненно, но главное на табло, чтобы... К сожалению, здесь нам не дано услышать и перевести, что хотел Иварийском, где тренер Арута Гагби, как я понял, тренер Корни Ирана просто успокаивал спортсменку. Все-таки она зря ввязалась в это нервное, обоюдоострое Тхэквондо с африканской девушкой. Тата посильнее физически и будет бить до последнего, пока стенка не сломается. Ализадех Азенурин стоит немножко больше головой поработать и тактически попробовать попереигрывать Гагби, что и происходит наконец-то. В левую сторону корпус смещает Ализадеха и с правой ноги достает до шлема. И смотрите, как уже тяжело дышит Гагби. 12-9. Далеко ничего еще не ясно в этом финале. Вытесняет сейчас Гагби свою соперницу. Шла она на удар прямой правой, но увидела, что сместила центр тяжести влево Иранка, и поэтому эта атака бы не увенчалась успехом. Даже был риск открыть спину. Шла обратно. Но время работает на Гагби. Напоминаю, она представляет команду Код Дивуара. Ализадех Азенурин в национальную сборную Ирана. Во втором раунде борьба не закончится. Понятно, что все самое интересное будет в третьем. Но если сейчас Ализадех хочет вернуться в этот бой и заявить свои права на чемпионство, нужно делать это в концовке второго раунда, чтобы психологически так начинать давить на соперницу. Вот сейчас уже 12.10, я так понимаю. А, нет, дали очко все-таки Гагби. Сначала рефери в сторону иранской девушки посмотрел. Я думал, что за уклонение от ударов Иварику наказал. Нет, четвертое, даже пятое штрафное очко Ализадеха и 13.9. Вновь 4 очка в преимуществе Иварийской спортсменки. Вообще, какие талантливые спортсмены, да, в Код Дивуаре. И футболисты отменные. Я про Дидье Дрогба, конечно же. И великолепные спортсмены у них в Тхэквондо. Олимпийским чемпионом год назад стал Шейк Салах Сисе до 80 килограммов. И много других видов спорта, где именно из африканских стран Код Дивуар задает тон. Мы слышали с вами и видели успех другой африканской страны здесь на чемпионате мира. Даги даже не знают про такую страну. Нигер из этой страны, африканской, маленькой, но дружной спортсмен стал чемпионом мира. Позавчера такие страны, как Аруба из Лидийского океана имели своих спортсменов на чемпионате мира. На чемпионате мира почти тысяча спортсменов участвовали. Это рекорд чемпионатов мира за всю историю. 183 страны. С размахом корейцы провели данный мундиаль. Еще не провели, а он продолжается. Третий раунд. При счете 15-9 в пользу Гбагби и Скотт Дивуара. Она выигрывает с таким счетом у иранской соперницы Ализадеха Зенурин. Похоже контролирует ситуацию, несмотря на все предпосылки и все попытки соперницы отыграться. Отыграться вот с левой ноги поувереннее надо идти. Может же. Я про Ализадеха Зенурин. Высоко уже сил нет, ногу поднимать, но по корпусу поработать можно. Это уже теперь не одно очко, а два по новым правилам. Хобби устали. Все-таки отдали максимум сил. Даже просто падает на ровный месяц сейчас Ализадеха. Заканчиваются у нее силы. Она прыгнула выше головы, когда на последних секундах выиграла у нашей Кузьминой в полуфинале. Кузьмина вела в счете. И уже сил на финал Ализадеха не осталось. Отсюда и счет. Он продолжает расти в пользу Гбагби. Уже очень ватные ноги, будто к ним привязаны действительно громовые гири. На тренировках и что-то подобное водисты, конечно же, используют. Но тренировочный процесс и официальный бой – это разные вещи. Здесь уже нет сил ногу поднимать. Вот до чего замучены спортсменки турнирной сеткой. В этой весовой категории, я повторяю, всем спортсменкам, в отличие от пяти предыдущих, даже шести соревновательных дней, пришлось квалификацию, предварительное поединку проводить день в день к полуфинальным сессиям. То есть те спортсмены, которые выбирались в полуфинал, они с этой мыслью спали и потом выходили отдохнувшие на новый рабочий день. А вот в этой весовой категории до шестидесяти двух килограммов квалификации, как и у мужчины, где выступает удачный катков, до восьмидесяти проходило ночью по московскому времени и утром и днем по корейскому. Времени отдохнуть не было вообще. У кого-то по пять пылинков за один день. У кого-то получается, даже кто до финала дошел, как Ализадех Зенурин, шесть, шесть поединков на высочайшем уровне. При такой скорости провести, конечно, тяжело. Поэтому, принимаем Ализадех, которая проигрывает этот финал. Обидчица Кузьминой будет стоять на пьедестале почета рядышком с Татьяной. Серебро повезет в Иран Ализадех Зенурин. Ну и еще одно африканское золото вчера у Нигера, сегодня у Кот Дивуара. Сборная Африки вот так вот суммарно тоже в первую пятерку попадает по золотым наградам. Хороший счет, хороший это Хэквондо. И самое главное, что без травм обошлось. Вот вы помните, что Макбаб в полуфинале даже не смогла завершить до конца свой бой. По причине того, что травму соперницы из Кореи получила при счете 5-0. Только одну-две атаки провела Ивуарийка. И все. А дальше кореянка за ногу схватилась и сказала, что больше не могу. Быстренько находят Ивуарийцы свой национальный флаг. Вместе с тренером бегут. Написали здесь латинский рекорд Дивуар. Мы уже и по цвету различаем флаг для африканской страны. Да, молодцы. Великолепные спортсмены. Дружные и старательные. На чемпионате мира из Кот Дивуара. Здесь за спиной ивуарийских поклонников Тхэквондо промелькнула, если я не ошибаюсь, середина. Зудинова, спортсменка из Челябинска. Пошла болеть за Антона Коткова. У Единова, да. Конечно же, проиграла в первый день наша молодая спортсменка. И теперь пойдет болеть за Антона Коткова. На повторе видно, с каким настроем выходила иранская девушка. Конечно, она хотела большего от себя, но силы не безграничные. Они постепенно заканчивались. И только на два раунда по-хорошему хватило на равных посражаться с Кот Дивуаром. Ну а в третьем ушла вперед окончательно к Багби. Молодец. 19-9 побеждает Рут Багби и становится в этой весовой категории новой чемпионкой мира.